Welcome, 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 дорогие друзья! Готовы к Лиге Легенд? Красивой, могущественной азиаты снова играют друг против друга. Это вам не противостояние Европы против Азии. Это вам не противостояние каких-то Wild Card команд против Азии или тех же самых европейцев, американцев. Нет, это Flash Wolf против команды СКТ. В свое время команда Flash Wolf считалась чуть ли не панацеей против Кореи. Кто не знает, Корея династия корейских команд насчитывает огромное количество победных титулов. Начиная с третьего сезона чуть ли не все чемпионаты, в которых участвовали корейские команды, выигрывались только корейцами. Более того, финалы даже играли с корейцами, и только команды ЛМС региона находили возможность, как их победить. Делали это не только команда IHQ, помните, Ашки, но и делали это, конечно же, команда Flash Wolf. У них в винрейте что-то по типу 17 побед и 5 поражений против корейских коллективов за всю историю. И, понятное дело, там другие команды играли в свое время, но что есть, то есть. Что же будет сегодня? Сегодня СКТ, у которых немножко неудачно идет эта групповая стадия. Три победы, три поражения. Одно из самых крупных поражений СКТ. Почему одно из? Самое крупное поражение за всю историю СКТ. Антирекорд, так называемый, был создан именно этим составом. Никто не может поверить, что именно этот состав мог получить антирекорд на международной сцене. За 15 минут 57 секунд уничтожили корейцев, чемпионы Китая. Сразу было видно, что они играли на полную катушку. Но это еще больше говорит о том, что регион ЛПЛ жутко сильный. Также у команды СКТ есть поражение против команды G2. И как пока им дальше двигаться, они не придумали. Посмотрим, что они покажут в этой партии. Клида нам сейчас показывает, которая руки разминает. Клида будет в одиночку пытаться керрить. И многие отмечают, что Фейкер, ну, вроде играет стабильно. У Кана, как обычно, от игры к игре, как говорится, что хуже или лучше идет, там непонятно. У Клида все идет всегда великолепно. И единственные игроки у команды СКТ, которые явно проваливаются, это их бот-лейн. Вот их бы заменить с удовольствием. Фейкер аж приблизил монитор, чтобы все видеть. Еще ближе, говорит. Привет! Хватит так далеко сидеть от меня. Идете сюда поближе. Все, уснул. Ну, опять там какие-то заминки у нас перед игрой. Но подождем. Инфинити говорит, тащите СКТ. Айкофис говорит, тащите флэш-вульфы. Ох, у нас война! Кто за кого? Ребят, за кого вы голосуете? За СКТ? Или фу-ву-ву. Фу-ву-ву. Волчата, либо телекоммуникации. Крылышки. Т1. Забавно, что резонанс общественный зарешал. Помните, где-то 4, наверное, уже месяца назад, в январе, да, это было 4 месяца назад, команда СКТ объявила о ребрендинге, что у них генеральный спонсор немножко поменялся. Они объединились с другой телекомпанией, телекоммуникационной компанией. И чтобы убрать СК, название, они станут Т1. Т1, просто Телеком 1, так как компания будет только это, владеть теперь имя. Они объявили об этом. И начали разрабатывать себе новый уже бренд. Как вот это все изменить? Но такой бум, буч, просто начался пуч по интернету. Все сказали, что они отпишутся от них. Они не будут с ними общаться. Они не будут с ними работать. Они не будут с ними дружить. И просто мы будем вас ненавидеть, если вы династию СКТ уничтожите. И та компания испугалась. Потому что если бы они поменяли это название, вполне реально, что, как вот в России, представьте, от МТС бы отписалась половина России сразу же. Они сказали, а мы уходим в Теледвале, какие там еще есть телекоммуникационные компании. И все. И они такие, ладно, 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 мы СКТ оставим. Но просто вы знаете, мы теперь главные здесь, мы главный спонсор. Нет больше просто СКТ, есть только Т1. Да, 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 да. Но название оставили. И вот так вот общественность зарешала в Южной Корее. Не дали возможность поменять название команде СКТ. Ну, оно и понятно. Если с Самсунгами, там была другая совершенно история. Самсунг полностью ушли из киберспорта на тот год. И решили отказаться, получается, от своего коллектива. Ну, не мог же он содержать название Самсунг, когда нет больше такой компании даже в киберспорте. Пришлось поэтому поменять. Ну, и Самсунги вроде двукратные чемпионы мира. Но перестали быть двукратными чемпионами мира, потому что команда стала Джен-Джи. Ну, сначала она стала КСВ на какое-то время. Потому что думали, какой бренд сделать лучше. Сделали Джен-Джи в итоге. Дженерейшн-Джи. Ну, так вот, как есть. Акали забирается феррор с пиком для команды Флэш-Вульф. Очень похоже на, как раз-таки, позиционные сплитпуши, которые они будут исполнять. И показывают Грагаса, как говорится, приятного гостя на всех чемпионатах. Но совершенно не видим мы его на этом чемпионате. Почему СКТ такие бомжи на этом чемпионате? Ну, я бы не сказал, что они так плохо играют. У них неудачные были игры. И остальные игры они довольно стабильно отбегали. Посмотрим, как они будут сейчас играть против команды Флэш-Вульф. Винрейт к Синжао на этом чемпионате. Четыре победы из пяти игр. 80% очень сильный. Не только один раз получил Ксинжао в лицо бан. Каллисту с Галлио забирают СКТ. К этой Каллисте Галлио добирают они еще Сайлоса. Очень похоже на сетап 4-1 с жестким сплитпушером по топ-лейну, либо по мидлейнеру, какого они выберут. Сейчас посмотрим. Ну, а команда Флэш-Вульф начала вроде с бонуса, с Акали. Но, скорее всего, они Акали забрали просто, чтобы Акали была у них в команде. Дальше добавили к Синжао с Орианой. И будут играть через 3-2 комбинацию. 3 танка, 2 керри. Ну, в данном случае 3 керри, 2 танки, никакой позиционки. А это будет у нас либо атака с ходу, либо осадная стратегия какая-нибудь будет осаждать соперника. Сейчас мы это увидим по Адекере. Если Адекере будет инициативно, типа Аши Варуса, то это будет атака с ходу. То есть, как видите, противника даете по нему ульту. Врыв понеслась. А если это будет что-то по типу Кайсы, то это будет осадная идея. Ну, там Северка еще идеально подходит. Кейтлин, они больше под осаду даже залезают. Но Кайса тоже сюда годится. Сами же СКТ не боятся Адешников. Они выключают самых страшных саппортов, которые могут усилить этого к Синжао, которые могут усилить... Точнее, ослабить в данном случае, получается, как раз-таки Калисту. Не дать ей прыгать. Вы знаете, что автоатака на Утилуса не дает тебе возможность прыгать, поэтому Калиста бы стояла на месте и никуда не двигалась. Также Браун дает подкидывание и замедление. Мне тоже не очень приятно там прыгать. Ну, поглядим. Кеннон. Забанен был. Кеннон против Кана. То есть они не думают, что это Канн будет играть с Сайлосом на топ-лейне. Уверена, что это будет Фейкер без контроль мага на мид-лейне. И Клит, который все еще не забрал Лесника. Лесники, кстати, у нас забанены довольно в большом количестве. Находит Ананасика Пик. Вытаскивает себе Вай в эту игру. Ну и атаку схода будет исполнять команда как раз-таки Флэш Вольф. Видите, добирает себе Варуса. К этому Варусу идет, конечно же, Тамкенч. Других историй у нас тупо нет. Иногда еще Райкана берут для большей, как говорится, инициативности. Но такая высокая инициативность здесь не нужна. У Ананасика, видите, было две игры на Вай. Одна победная, другая пораженческая. И посмотрим, как оно будет исполняться. Все АСКТ, понимая, что лейтгейм у них стал слабее. Из-за того, что там Ариана и Варус. Варус аутскелет Калис, то Ариана аутскелет того же самого Сайлоса. Если Сайлоса взять на мид, а на топ взять какого-то выживающего чемпиона против Акали, типа той же самой Поппи, они тут же берут и добирают себе Азира для фейкера, который лейтгейм дарует команде СКТ. И у нас получились равные сетапы. Обе команды играют 3-2. Обе команды используют 3 керри 2 танка. С одной стороны это Ксинжао с Тамкенчем, вроде с инициацией проблема, чувствуете, да? Но есть Варус, для этого он дает свою ульту, это тебе инициация. Есть Тамкенч такси, можно высадить Ксинжао где угодно. Да и сам Ксин может впрыгивать в оппонентов. Ну и у команды СКТ тоже получается 3 керри 2 танка. Это Азир, Калисто и Сайлос. Но с инициацией у них проблем точно нет. Им не нужно было усиливать Вай, им не нужно усиливать Галлио. Они как бы уже вместе с Синергией имеют тот же самый Галлио с Флэшом уже делать инициацию. Так что я бы чуть-чуть, наверное, Лейт ставил предпочтительнее за команды СКТ. Там надо сейчас еще подумать Сайлосу, есть ли что воровать на той стороне хорошего. Кроме Ариановской ульты, хотя она не очень хорошая, вы знаете. Ахахасик, да, Ахахасика дело живет, ребят. Вай показал он на этом чемпионате. Вай забрали. Кто не знает, у Вай очень высокий винрейт сейчас в Солоку. Я, наверное, все же сделаю сегодня видео на эту тему. А, давайте так, я его сделаю, если мы сегодня соберем. Сколько у нас уже лайков есть? Кто там на Ютубе? Щитовод лайков и сегодня он не просит, чтобы лайки ставили мне на Ютубе. Репорт его. Сколько там уже есть? Я тогда скажу, какое число надо набрать. И мы тогда сделаем сегодня ролик на эту тему. Коротенький, пятиминутный. Я вам расскажу про лучших три чемпиона для каждой линии. 102. Ну, давайте 250 хотя бы сделаем. Нет, 300. Хочу 300. Хочу 300! Три сотни. У нас еще все же три игры, как-никак. Успеем три сотни сделать лайков до конца этой трансляции. И тогда я вам сделаю видосик на основной канал, конечно же. Вам пойдет тот видосик. 95, говорит, окей, Гугл. Отобрали у нас лайки? Ясно. Было 102, а стало 95. Все понятно. А Азировские солдаты наносят урон к Сену или нет? Азировские солдаты наносят урон к Сену. Вот что интересно. Шутки за 300 превращаются в лайки за 300. Да? Если про Декейт, там все три линии. Ой, все три линии, блин. Все пять линий. По три чемпиона на пять линий. Лучшие на данный момент. Примерно расскажу, ну, что собирать. Я просто... По сути, это будет разговорное видео со статистикой. Я несколько открою вам этих линков, как говорится, и просто зачитаю. Вы сами это можете сделать, пользуясь другими сайтами, как говорится. Но вы же ленивые жопки, поэтому буду делать я. Сразу Кан делает врыв. Ханаби! Прокает Тандер... Он с Тандершоком, ребят. Тандерлордом. Электрокьют, который... Ясно, понятно. Под ультой Ксена же написал, если Азер снаружи. Ну, да-да-да, Азер снаружи. Если все равно будет урон зачитываться, насколько я знаю. Может быть, меня сейчас кто-то поправит, но... Он наносился вроде. Мы просто помимо сайтов еще пытаемся думать головой. Я понял тебя. Сенжиро. Этот Сенжиро. Изи, Бризи, Лимон, Пизи. С синего бафа... Ой, с красного бафа, прошу прощения, стартовал Клит. На синий баф тут же потом перебежал, но перед этим забрал краба на реке. Они же здесь еще в 2.15 появляются. Поэтому так можно играть. Это у нас с вами в 3.15. Маршруты сейчас лесные немножко видоизменены. Но я так посмотрел, это действительно в какой-то веке, знаете, можно похвалить райтов. Это хорошее новшество, потому что теперь нет адового преимущества лесников левел 2, которые имели вот этот вот бонус. Бонус того, что только они могут забирать этого краба на реке, а ты никак его забрать не можешь, и ты из-за этого мучился. Теперь все лесники примерно в равном положении находятся, потому что у большинства лесников на третьем уровне только появляется что-либо опасное. И из-за краба почти любой лесник уже может сражаться. Что-то камп постоянно меняет руны на Сайлоса, то лавирование, то гром. Но да, есть такое. Тут я с тобой соглашусь. Но мне показалось, да, с этого со стороны, что самая крутая руна на него оказалась это Конквейр. Уже очень как-то хороший отхил, и урона много было у этого чемпиона. А танковость, которую ты набираешь, она не так страшна. Разор дает проказ по Фейкеру, а Фейкер уворачивается от него, делает улайн в него в ответ, и теряет очень много маны. Кто не знает, у Азира довольно много потери маны идет, если он не играет синюю ветку основную, вторую экономическую. Именно поэтому я вам рассказывал, что летал темпа для лейнинг-фазы Азиру не очень хорошо заходит, потому что ты не можешь много маны иметь. А с экономической веткой, которую взял вообще основной Разор, он просто пересустанет Фейкера и выгонит его из-под линия уже совсем скоро. На топе у нас тоже экономическая ветка, видите, есть у Кана, поэтому он будет долго еще стоять против Ханаби. Фейкер не учится на ошибках. Но мне кажется, Фейкер просто сравнивал урон лейтгеймовский, ему кажется, что лейтгейм-урон гораздо важнее, чем лейнинг-фазы. Я-то стою и так нормально, но забывает о том, что из-за того, что он стоит-то ее нормально, но приоритета для лесника нет на мидлейне, и это проблема. Фейкер без маны остался совсем, без здоровья. Крит сюда подходит, помогает ему запушивать. И Буги выходит. Буги будет делать он по Фейкеру. Забавная механика. Но сыграл очень хорошо Буги. Он прыгнул на карипа, с этого карипа дал W по Фейкеру, задел его. И в такие вот моменты ты понимаешь, что, ну, Фейкер ошибается, ребят. Это грубая ошибка Фейкера уже третью игру на Азиде. Мы его видим, и третью игру подряд он берет Леттл Темпа на линии, где он может давить на противника, где ему не нужен даже приход лесника на помощь. Обычно имеется в виду. Крит стартует дракончика. Фейкер уже не тот. Но я думаю, проблема в том, что тренер не особо об этом заботится. Тренер должен был ему объяснить, что он делает не так. Но этого он не сделал. Крит, правда, видел, чем занялся Буги, что Буги пошел в его лес и видел также, что Разор ушел на рекол. Поэтому мгновенно Крит отправился забирать дракона. И помните, что у него как раз-таки, у Вай, есть хорошая пассивка, которая после каждого заклинания дает тебе щит. А этот щит позволяет блокировать очень много урона от драконов. И даже океанического дракона без потери для здоровья Крит забрать смог. Тренеры на костер. Ну, на костер не надо. Крит снова хочет выйти на Фейкера. Фейкер шестой уровень делает проткидывание. Сразу сноубол хотели сделать они с Разором. Немножко в мячик с ним поиграть. Но Разор реагирует вовремя и отфлэшивается от этого улына. Но, правда, флэша у него не осталось. Для Фейкера даже здесь печеньки валяются. Их подготовил Мата. Он говорит, я тут тебе покушать... Он говорит, Фейкер, я тебе тут покушать принес. А Фейкер сразу же побежал кушанье забирать. Правда, у Фейкера теперь проблема. У него есть хилл, есть флэш. Буги там рядом, но впрыгивать не решился. Потому что понимает, что если Вайт там тоже где-то рядом окажется, они так и закончат. А так просто разменялись пингвардами и все. Разор свой выбил пингвард, который Фейкер поставил, а тот другой. Канчик добрался до шестого уровня. И по фарму у них равенство. Пока все одинаково. Процентики я вам не успел сказать. Ребят, давайте сейчас вот... Когда вот этот момент мы досмотрим, да, там ничего не будет происходить. Ксен туда не придет, Вайт туда не придет. Поговорим. Так вот, что у нас получается. Флэшвульфы выбили себе не самую крутую лейнинг-фазу для мидера и топера. Но у них вроде как неплохой лесник. Но Ксен Джао должен побеждать Вай. Правда, тоже не особо сильно. Так что я бы сказал, что лейнинг-фаза должна уходить за командой СКТ где-то 55%. Мидгейм я бы уже отдал за командой Флэшвульф, потому что мне их ульты уж гораздо больше нравятся, чем СКТ. СКТ, что-то хотите с Каллиста? Нет, нет, я Каллисте все же отдам предпочтение. Мизерное, но предпочтение будет за ней. 55%. Минус разов. Помните, у кого-то нет флэша? И Буги такой смотрит. Ё-моё! Что я только что наблюдал? Что за хардкорная порно только что сделали Сорианы здесь? Это действительно так произошло. Настойчивый Гангбэнг. Организован был командой СКТ. Корейцы щемят ЛМСовцев. Флэштаут идет от Аматы. Цепляется он за Шао Си. Шао Си проглатывает бете, утаскивает его назад. И Клит рядом, но не для сражения, а для того, чтобы выбивать здесь обзор. Так вот, Лайник Фаза за командой СКТ 55%. Мидгейм за командой СКТ 55%. И Лейт я оставлю, наверное, за командой все же Флэшвульф. Чуть-чуточку тоже 55%. Тут такая ситуация, ребят, но это близкие сетапы. Тут нельзя отдавать даже кому предпочтение по логике. И если бы у нас был этот наш Владимир Владимирович KFC, помните, да? Бот, который в ЛПЛ ставки нам делает вот этим. Там было 51, 59. Ой, 59 не было бы. 51, 49. Вот такие цифры были бы. В ту или в другую сторону. То есть совсем близкие сетапы. Так что просто смотрим, наслаждаемся игрой. Обе команды играют 3-2-3-2. И единственное, что я могу вам точно сказать. Та команда, которая в 3-2 фейкер. Ой, вот теперь получилось так сыграть. Разор ловит. Он дает ульту и не успевает спасти себя. Погибель Разору. Бабисид называется это. Просто со всех сторон. Вай постоянно приходит и со своим фистом залезает очень глубоко в Разора. И не дает ему нормально пофармиться против Факера. Буги каждый раз приходят доедать этот фарм. Это все, что он может, как говорится, показать. Так вот. Что я хотел сказать, ребят. Про эту ситуацию. Когда 3-2 на 3-2 сражается. Обычно, когда идет сражение 3-2 на 3-2, побеждает та команда, которая больше вначале набирает объектов. В этом и есть проблема одинаковых сетапов. 3-3-2 танка на 3-3-2 танка. То, что очень сложно камбэкаться. И пока сноубол еще не такой страшный. Но он чувствуется уже, знаете, завертелось колесо это. И очень похоже, что флэш-вульфы не смогут его остановить, если так продолжится. Им нельзя больше отдавать киллов на Разоре. Им теперь нужно обязательно делать контр-действие. Но у Факера уже почти откатилась ульта. И я вижу, что у Разора даже близко еще не откатился флэш. В рейф идет здесь по Ханаби. Ханаби пропускает два прокаста от Кана. Рядом есть Вай и плач на КД у Ханаби. Это будет убийство его, потому что ульта у Клида есть. Клид уже выходит, нажимает кнопочку Рю. С флэша, с флэша. Сразу идет телепортация. Кто у нас сюда летит? Кто сюда летит умирать? Прилетает сюда Разор и понимает, что он такой... Не-не-не-не-не, я пошутил. Пацаны, шутка. Это пранк, это пранк, это пранк. Не бейте, это пранк. Но говорят, мы знаем этих пранкеров. Соболев, ты что ли? Да, залетел. Разор... Ну, хоть где-то пофармится, потому что с Факером он больше не фармится. А Буги опять такой приходит и говорит, о, опять фарменский. Нормально. ГГВП, мне кажется, ребят, в этой партии уже. У СКТ был план, как они будут реализовывать своего Азира, как они будут реализовывать свою Вай. У команды Флэшвульф не было плана, как они будут реализовывать Ксинжао. Они просто взяли Ксина, который просто фармился. И, по-моему, все ганги Вай были удачные, да? А, нет, один был неудачный, самый первый. Но там был не ганг, он просто пришел помогать Фейкеру. У них был план, и они его придерживались, да? И второго Дракона тут же делает Клит. Просто видите, как получается? СКТ и с Драконом Клит все продумал, и с гангами все продумал. Да, это называется жесткий бэбисид. Но за это время Ксин обязан был провести маршрут таким образом, чтобы выходить на ботлейн, либо выходить на топлейн, либо выходить на контрганги, на контрдействия эти. А он нигде не успевал. Такие дела. А почему Клит на Лисине так и не гангал Азеру? Тихо! Не рассказывай ему об этом. Ну, во-первых, в защиту у Клита могу сказать, что Лисин не может прям так гангать Азеру, потому что все же тут нет двойного подкидывания. И тавердайв без авторшока сложновато организовывать. А у Клита есть сейчас авторшок в рунах у Вай, и поэтому можно делать тавердайвы. Ну, а во-вторых, я могу сказать, что там была совершенно другая линия у него против другого Лисника, и тот Лисник был опасен. Хорошая стяжка идет по Клиту, идет также зацепляка от Фейкера. Фейкер, тут подкидывание! Вся команда Флэшвульф попадает под это подкидывание. Сразу же теряет игрока, правда, не успевает убить перед этим Галю. Но долго ли переживать будут смерть своего саппорта команда СКТ? Вообще не переживали, ребят. Переживали за ту команду Флэшвульф они. Полностью переживали и выплюнули. 1-7. СКТ, как говорится, ставит на место и ставит уже такую жирную точку в этом турнире, показывая, что есть только три команды, которые будут бороться за первые слоты. Геральдочка еще вызывается. Фейкер ломает мидлейн там. В этот момент побежал Сайлас вниз, там добивать вышку. Фейкерище, да, фейкерище. Не добил, кстати, фейкер вышку. Хотел в соло себе золото урвать, а в итоге деньги зарабатывал себе Тедди. Фейкер так и не смог добить эту вышку, к сожалению, для него. Ксин даже по фарму отстает. Так в этом и есть проблема. Я вам говорил, что стоять на мидлейне и прикрывать линию после того, как твоего игрока убили, ну или на топе стоять и прикрывать линию, или на меди стоять и прикрывать линию, это невыгодно леснику. Нам, ну, лесникам гораздо выгоднее просто фармиться в лесу, чем прикрывать твою вышку. Это вынужденное действие, прикрывать вышку. В какой-то момент, да, это неплохо. Там парочку фарма дополнительного можно урвать. Но в реальности, если постоянно там стоять, ты в минус даже уходишь. Получается, IG будет играть против Wild Card, а G2 против SKT. Не, почему Wild Card? Если ты Америку не называешь Wild Card, тогда нет. Американцы, посмотрим. Им следующую партию сегодня предстоит сыграть. И вот там и увидим, есть ли у них проблемы или нет. Потому что сейчас две команды явно борются за четвертую позицию. Это команда Flash Wolf и команда Team Liquid. И они оказались в этом чемпионате явно лишними. Ну, имеется в виду, что IG это там 10 из 10 баллов, даже 12 из 10. G2 это 9 из 10, SKT это 8 с половиной из 10. Ну, так, оценки, понимаете, расставлять. И где-то 6 баллов Team Liquid и Flash Wolf. При этом Flash Wolf даже ниже, в районе 5 баллов. Вот такие вот оценочки. Ну, это так, поверхностно, просто чтобы вы понимали разницу. Что это, ну, слишком большое гандикап преимущество есть у команды SKT над командой Team Liquid и над командой Flash Wolf. А здесь что, я сразу в бой став пошел? А я не обратил внимания, что там за предметы. Ну, здесь уже 7 тысяч преимущества и комбинация 3-2 на 3-2. Уже много раз вам повторил. Когда вот эти вот комбинации позиционно идут, ну, это как бы даже осадные стратегии с обеих сторон. Они очень аккуратно выжидают момента, чтобы начать осаду за какой-то объект, проводить это сражение. А по факту команда, которая начала проигрывать, она уже редко камбэкается. Мне вообще очень не нравилась эта мета, когда жутко популярны были 3-2 на 3-2. Это Ханаби, у него есть плач, конечно, он там под ним чуть подживет, еще Шауси сюда прилетает с Варусом. Спасать Ханаби, которого пытались за Таур давить, не вышло. Фейкер, ну, вообще должен в Рулай идти. Следующий предмет у него должна быть либо Морелка, либо Рулай. Морелка в этой игре даже, наверное, выгоднее, потому что много отхила есть у команды Flash Wolf. Так что это может быть такой предмет. Так вот, когда была эта мета, 3-2 на 3-2, очень популярно было 3 танка, 2 керри. Именно 3 танка там еще было, знаете, не 3 керри, 2 танка, вот как здесь у нас, а именно 3 танка. Это вообще такой скучный был чемпионат в любой, причем, лиге. И ты реально радовался, когда там брали поук сетап против них, там, дальнобойных, или брали 4-1 хотя бы, сплит пуш. Потому что все матчи, они были похожи на вот это. Одна команда побеждает в начале игры, и все. Дальше просто смотрим, как она закончится, эта игра. Есть какие-то там гипотетические шансы на камбэк, но они очень мизерные. А помнишь, первом момент на 4-1 на Ордент, на первом банка листа. Да, это, конечно, помню. Целый чемпионат мира был. Ордент Цензоровский. Это мы помним. Смотрели. Он такой. Приветик. Большой. О, сколько у него применений. Алка 002 подарил стоп. За просмотром пью пивко за тебя и твой канал. Спасибо тебе, Алка 020. Как там было? Не расслышал цифры. А, цифры для Алка-то не особо важны. Спасибо за поддержку. Верните Ордент Мету. Слава саппортом. Слава. 1-7. Дракон третий уходит за командой СКТ. Они не могут сразу закончить, ребят. Так бы можно было ускорить этот процесс, если бы была возможность у команды СКТ прямо сейчас завершить партию. Им как раз гораздо выгоднее сейчас забрать еще четвертого Дракона. Придержать оппонентов вне позиции и только дальше идти. Леталити Мид, Варус Мертв, Леталити... А, ты имеешь в виду не Леталтемпа, а Леталити, который кидается заклинаниями? Думаю, да. После того, как ему занерфили его кушку, он как бы стал действительно слабым. Какой твой любимый чемпион? Ты имеешь в виду чемпион... Ну, он написал ЧМ, типа чемпионат мира, видимо. Не знаю, они все были хороши по-своему. Ну, как-то вот всегда вспоминается тот, где миссфиты были, где миссфиты фейкера на хук сажали. Вот этот вот мне как-то больше, наверное, импонирует. Это тот же, где Альбус Ноксы были, да? Насколько я помню, это один и тот же год был. Или это были два разных года. Может, я их соединил? Миссфиты проиграли тогда СКТ. А и ЧТК прошли Альбус Ноксов. Да, по-моему, это тот же год был. Вот, наверное, он, получается, самый интересный был. Чему вообще нету Лулу даже в соло-ку полиморфже имба? Почему Лулу нет даже в соло-ку полиморфже имба? А она очень слаба на линии сама по себе сейчас. Это семнадцатый год был. Ну вот. Но это было два разных, говорят. Два разных года. Да, ну мне именно где миссфиты? Короче, мне миссфитов заверните. Не Альбус Ноксы, не Альбус Ноксы. Миссфиты. Альбус Ноксы, я просто сказал, что вроде это был тот же год. Ну и хотел добавить, что еще что-то было интересно в этом году. Не-не, мне миссфитов заверните, пожалуйста. Сделать звук гадоната громче? Нет, не буду. Не буду делать. Я все слышу, а потом вам перевожу, если что. А Кога и Твича почему на просцени не берут? Скажи, плиз, брали ли их раньше? Кагмав, конечно, брался. Кагмав был даже в один момент пермоментным баном. Твич это был редкий гость все года, потому что Твич сам по себе является довольно сильно сноуболющимся Адекери. Это все же Ассасин Адекери считается. И его брали редко, потому что многие команды знали, как не дать попасть под эту ассасинацию. Ну а тут команда СКТ уже захватили обзор. У них 20-я минута в игре. Два Оушендрейка и Маутен. И они решили, почему бы не забрать на Шора. Устраивают ловушку для команды Флэшвульс. Но тебя даже не фэшчекают, а просто стоят, смотрят на это все. Проходит команда Флэшвульф. Ускоряется. Будет сейчас расставлять ворды. Что-то здесь выбьет. Ну, они пытаются как бы дожить. Прекрасно понимаешь, что 8000 на 20-й минуте это крупное отставание. Но 8000 на 50-й минуте это как бы равенство по золоту, считайте. Ну, это на самом деле так оно и есть. Поэтому они выжидают. Банально. Главное, чтобы СКТ не забрали на Шора и не начали сноуболить дальше игру. Но СКТ как раз делают на Шора, но не забирают его. Клит там перепрыгнет через кушку, через стенку. Не волнуйтесь за него, да. И снова возвращается Клит. Тедди, который тоже туда можно позвать. У них идеальный просто на Шор у команды СКТ, кто не знает. Гораздо даже, наверное, более лучше, чем у команды Флэшвульф. У них есть Вай, который может потанковать на Шора. У них есть Азировский процентный урон с солдатами. И есть процентный урон от Каллиста, который может вырывать стрелы. Каллиста подходит. На Шор уходит за командой СКТ. Ничего сделать. Флэшвульфы против этого не могут. Абсолютно спокойная, стабильная игра команды СКТ. Не везет команде Флэшвульф. Они как-то себя гораздо лучше чувствуют, мне кажется, против команд, которые играют агрессивно, нежели против коллективов, которые... Хотя они просто победили Фонгву Буффало. О чем я говорю? Они просто победили команду Фонгву Буффало. Они Вайлдкарт победили. Это именно тот коллектив, которому нужно больше опыта на международной сцене. Ну и... Возможно, уровень игрока у каких-нибудь поменять. Нет у Азера процентного урона. Хорошо. Поэтому он на Шортус собирает, чтобы у него он был. А Флэшвульф еще на драфт фазе, ошибки пикнув без эскейпового мидера. Но они не знали, что будет на той стороне. Они попадали под контрпик мидлейнера. В любом случае. У Фейкера было много вариантов, и он выбрал Азера. Мне всегда кажется, что если много убийств происходит в игре, значит, обе команды много ошибаются. Нет, это просто два разных стиля игры или две разных стратегии. Разор. 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 Хороший вроде бы мидлейнер, да, ребят? Мне кажется, он не в той команде все же оказался. Хотя, почему не в той? Он чемпион своего региона, чемпион своего региона. Абсолютные победы. Этот коллектив не проигрывал в своем регионе игры. Так, у нас здесь выход на Фейкер. Фейкер дает откидывание, и Вай решает его бросить. Хоть Мата сюда и прилетает, дает Вай все же прыжочек. Замедление попадает Мата, в замедление попадает и Вай. Вай убегает, Мата отвлаживается. Все это время сюда подходил Тедди, чтобы вытащить своего саппорта и спасти его. В рейф идет клея, дает подкидывание, но там проглот за глот от Шао Си. Убивается к Синжао, потому что Кан сюда врывается. Кан ульту уже потратил. Даже не заметил, что он своровал, если честно. Сколько еще игр? Сегодня еще две игры, а завтра еще шесть. Итого получается всего восемь игр осталось в этом чемпионате. И потом начинается плей-офф. Для каждой из команд уже предельные числа идут. То есть, проигрываешь этот матч, скорее всего, никуда не попадаешь. Куда Мэйпл ушел? Мидер Волков. Мэйпл, Мидер Волков, как и Свордарт, Саппорт Волков, перешли в новый коллектив под названием Саннин Гейминг. Ну или Сунин. Их на самом деле английские комментаторы называют Сунин. Это коллектив из китайской лиги, которая занялась, я правильно помню, девятое место. Они как раз таки не смогли победить команду Джей Ди Гейминг в своих вот этих вот дуэльках. И заняли на одну позицию ниже них и не попали в плей-офф. А Джей Ди Гейминг в итоге до финала добрались. А Фейкера можно? Как умер? Фейкер, он... Он решил не убегать. Давайте скажем так. У Фейкера был флэш, у Фейкера был проказ. Вот сейчас посмотрим. Он поставил солдата сюда, у него синий баф. Он убегать мог как угодно. Он просто решил не убегать, ребят. Можно было и через флэш побежать к Вай. Можно было просто сделать сулын по Ханаби и как-то через верх проходить. Но он решил остаться на месте и дать битву, потому что Галлио на него прилетит. Но Галлио прилететь-то прилетел, а толку не было никакого. Так, а Канн что своровал за ульту? Я так и не понял. У Кана нет уже ульты. Он, видимо, до этого еще украл ульту и когда подпушивал Леню. Пам, пам, пам. 2-8 у нас счет. Ну, хоть не 2-2-8. Четыре дракона, которые команде СКТ мало чего дают полезного, но как раз таки в тех цифрах, которые у вас и так минимальное преимущество было над противником, а в лейте даже его нет, а этого как раз достаточно. Тайди, расставляй солдат. Пошел все же в морелку, видите, у нас фейкер. Скучная партия, согласитесь. Это, знаете, как такой добротный элитный Лига Легенд, которую вот надо всем командам смотреть, чтобы понять, как можно устроить сноубол и выиграть партию. Все команды должны вот уметь так играть, как сейчас играла команда СКТ. Но при этом зрителям это жутко скучно смотреть, потому что ничего не происходит. Просто жесткое давление оказано на команду Флэш Вульф. Вы думаете, здесь вообще ничего не происходит? На самом деле там постоянно расставляются ворды, которые постоянно надо Флэш Вульфом выбивать, постоянно оказывается давление. Вот сейчас у нас снизу идет давление. И он прикрыт под вордами. Вард стоит здесь, вард стоит здесь. Он может спокойно дальше давить, но решает Канц реколиться, потому что он не хочет, чтобы Акали отменила ему эту телепортацию. Если что, а сам же он полетит сюда, помогает своей команде забирать на Шора, если это понадобится. Он решил пешком просто пойти. И все. И вот в таком вот духе как бы идет вся партия. Расставляем ворды, прикрываем ворды, отступаем от этих вордов, чтобы забрать какой-то более жесткий объект. Пока оппоненты выбивают наши ворды, мы забираем этот большой объект. Там спрашивают, а если бы у них комбинация была не 3-2 у команды Флэшвульф, разве выглядело бы как-то все по-другому? Ну, вообще-то да. Тогда бы у них были чемпионы, которые могут сейчас сражаться даже с отставанием. Понимаешь, как бы, когда у тебя пассивные линии везде стоят, и ты просто пытаешься фармиться. У нас, да, ребята, если что, тут убивают игроков. И на шорт все равно достался команде СКТ. Кан ловит у нас Шао Си, Шао Си тоже погибает. И Кан не умирает, потому что у него есть еще W, который он там, и прыжочек, который он восстановил здоровье и потом щиток себе получил. Гляньте, что творит Кан. Ну, да. Там уже реворкнутый или еще старый патч. Там уже реворкнутый. Так, не понял. Так, когда у нас реворкали Там Кенча? Чатик. Когда это его реворкали? Там Кенч всю жизнь был одним и тем же. Единственное, там маленькие изменения были, но они были сто лет назад. С тех пор, вроде, ничего больше не трогали у него. Ты, видимо, что-то путаешь, Рево, Немезис. Там Кенчи не трогают уже сто лет как. У него было, отменили возможность во время тимфайта давать ульту. Чуть позже, чуть реже можно кидать Ешку и чуть меньше урона на кушке. Все, что есть. Ой, то есть не Ешку, а W. Или Ешку. А, Ешку, да. А, W тоже было, да, изменение. Но оно тоже, вроде, давно уже было. Типа скорость передвижения, что и в той, и в той форме будет такая. А, это как раз, как раз 9,9 вроде и произошло. Но это не реворк, ты путаешь, как говорится, слова. Это не реворк никакой. И не ребаланс даже. Это просто ослабление W. Да, 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 да. Типа он, когда хватает W, он не может теперь ускоряться. Патчи 9,9 произошло. Все верно. Шесть драконов из трех, и они горные. Да. Будет шесть драконов у команды СКТ, если они не захотят закончить эту игру сейчас. Они решают ее, если час не заканчивают. Смещается, правда, Азир на подпушивание вышки сверху. В этот момент Вайб все еще держит напряжение на мидлейне. И Кан все еще держит напряжение снизу. В Кан идет врыв. Кана ловит. Он пытается через закали прыжки убежать, и через свои собственные прыжки уходит очень далеко. В этот же момент СКТ поднимается наверх. Вай должна сейчас начать своим нашур бафом поднимать крипов тоже наверх. И команда СКТ пошла в финальный пуш. Кан уходит на рекол, чтобы начать портаться и сюда вернуться. И можно делать и врыв. Можно просто остаться и смотреть, как умирать будет. то Лэн делает у нас тяжечко по Ториану из Ксинжао. Комбинация, чтобы убить Фейкера урона не хватило. Прилетает сюда у нас Клид и через ульту и прилетает еще сюда Кан. Правда? Он... Я так и не понял, как сюда прилетел. А, он не улетал никуда. Все, я смотрю, у него телепорт не потрачен. 2.16 Флэш Вульфы сегодня две игры по похожей схеме проиграли, да? Насколько я понимаю, они же предыдущие тоже проиграли. Просто стояли и смотрели, как противники их побеждают. Это не реворка, не ослабление. Это убийство! Ну, давайте посмотрим, убийство это или нет. Потому что это всегда забавно. Всегда забавно оценивать. Смотрим его винрейт на данный момент. Только не тупленер, понятное дело. Давайте саппорт смотреть. 46% и 1. Можем и выше Элла взять, там будет 46,9. Вот чуть больше. А теперь посмотрим в патче 9,8. 42% и 4. И Даймонд 43%. Вот это убийство! На туплене там Кенч был раньше 48%, в Даймонде был 47%. Но патч 9,9 там Кенчу дал 52% почти винрейта. А здесь стало 46%. Знаете, как это называется? Я вам объясню просто, почему такие проценты произошли, почему статистика кардинально противоречит тому, что произошло. Вроде бы как ослабление идет там Кенча. Мы избавились от идиотов там Кенчей. Скажите, спасибо Риутам, что они во все услышания объявили, мы ослабили там Кенча! Ура, ура, ура! И с табличкой походили. И все такие, а, ну все, его играть теперь нельзя, это же убийство там Кенча. А те, кто играли там Кенча, продолжают его играть и продолжают набивать на нем хороший винрейт и хорошую статистику. Скажите им спасибо, что мы от аутистов там Кенчей наконец-то избавились. Ну а мы идем на перерыв. После этого перерыва будет у нас следующая игра Invictus Gaming против команды Team Liquid. Ключевая игра на этом чемпионате. Кстати говоря, для команды Team Liquid ключевая, конечно же, имеется в виду. Могут ли они что-то показать команде SKT, что-то показать команде G2 и, конечно же, команде Invictus Gaming или Team Liquid увидим после перерыва.